В Сергеево-Посадский Роспотребнадзор от жителей поступают жалобы на маркетплейсы. У нас в гостях ведущий специалист-эксперт Сергеево-Посадского Роспотребнадзора Акимова Арина Васильевна. Доброе утро, Арина Васильевна. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, на какие маркетплейсы поступают жалобы? Исходя из статистики нашей, документа оборота, можно сделать заключение о том, что скорее это Вайлберис. Так, и какие именно жалобы поступают на Вайлберис? Если говорить о Вайлберис, то количество обращений огромное. За полугодие по Московской области поступило около 5000 жалоб. Тематика обращений в основном это невозможность отказа от товара в любое время до его передачи в пункт выдачи и взимание денежных средств за бракованный товар, который доставляется за обратную его доставку. То есть, получается, основные жалобы у нас от того, что приходит бракованный товар, испорченный в пути, да, выдачи, пункты выдачи, и именно на какие товары поступают жалобы. А скажите, что говорит закон в данных обращениях? По закону о защите прав потребителей потребитель вправе отказаться от товара, который заказан дистанционным способом в любое время до его передачи. Что касается взимания денежных средств за некачественный товар, то данное обязательство по закону возлагается на продавца. А какие меры предприняты Роспотребнадзором в данных случаях? Службой направлено два исковых заявления в защиту неопределенного круга лиц с целью прекратить противоправные действия. Судом первой инстанции удовлетворены эти требования в полном объеме. Однако, исходя из позиций компании в Аутберис, компания обжалует решение. И стоит отметить, что службой неоднократно компании выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. И многие обращения были удовлетворены требованиям граждан в досудебном порядке. А вот эти обращения в Роспотребнадзор поступают со всей Московской области? Откуда еще могут приходить? Вообще, так как компания находится в городе Подольск, юридический адрес, то обращения могут поступать со всей России к нам. К вам на обработку. А скажите вообще, в чем заключается ваша помощь гражданам? В частном порядке служба может написать исковое заявление в защиту конкретного гражданина и участвовать в суде в заседании. Но это при условии, если гражданин оставит обращение с приложением исчерпывающих доказательств. А вообще, что нужно для того, чтобы подать это заявление? Если, к примеру, потребитель... Вот, к примеру, я столкнулся, если так столкнулся. Мне надо сдать вам фотографию, принести заявление, фотографию, видео, может быть, что-то еще. Вот, к примеру, если получили некачественный товар, понесли убытки, вам необходимо, первое, это обратиться к сотруднику пункта выдачи, зафиксировать, что товар действительно, да, либо некачественный, либо не тот товар пришел, либо неполная комплектация. Дальше фиксируйте фото, видеоматериал можно создать. Также вы обязаны написать почтовым письмом Валдбересу и продавцу, что сложилась такая ситуация у вас. И если есть какие-то скриншоты переписки со службой поддержки, то нам тоже необходимо направить. И стоит отметить, что службой уже направлено 7 исковых заявлений по таким обращениям в защиту конкретных граждан. Арина Васильевна, расскажите вообще, какие возмутительные жалобы поступали, может быть, необычные какие-то? Ну, на памяти самые яркие расскажу. Самые интересные. Да. Гражданин заказал две стиральных машинки. Вместо двух стиральных машинок ему пришли две художественные кисточки. И за обратную доставку этих кисточек двух у него сняли 2000 рублей. То есть привезли не то и сняли как за стиральные машинки, которые якобы он как будто отказался. Дальше была жалоба, учительница заказала учебники, ошиблась с артикулом. Тут же обратилась в службу поддержки, что вот так случилось. Ей отказали в требовании исправить недостаток, отказаться от заказа. Она отказывалась в тот момент, когда вот она заказала сразу же, то есть не ждала, когда придет на пункт выдачи. Нет, нет, нет. Ну просто ошиблась с цифрой, это у любого может случиться, техническая ошибка. И когда в пункт выдачи этот товар пришел, естественно, она отказалась от этого товара, потому что не подходит он ей. И за обратную доставку у нее сняли порядка 5000 рублей. Ого! Да. Была тоже интересная жалоба. Человеку прислали просто пустой пакет без товара. И за пустой пакет, за обратную доставку пустого пакета без товара у него сняли 200 рублей. Ну, и как бы вот эти подобные вопросы, как бы они тоже решаются? Ну вот, если человек нам пишет обращение, соответственно, в объективно, всестороннее обращение рассматривается, принимаются меры. Понял. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Надеюсь, что мы не будем сталкиваться с нашими телезрителями с подобными проблемами. У нас в гостях был ведущий специалист-эксперт Сергея Посадского Роспотребнадзора Арина Васильевна Акимова.